всем привет у нас вторая часть из четвертого сезона посещения экспозиции различной старой техники под открытым небом для тех кто не смотрел предыдущую часть я повторяю мы организовали сбор средств на ремонт и возобновление некоторых машин ссылки на кошелек будут в описании к этому видеоролику поэтому кто хочет поучаствовать примите участие сумма не должна быть большой можно пожертвовать 100 200 рублей евро доллар если наберется много желающих поддержать данный проект то в следующем году мы возьмем какую-то машину и приведем ее в порядок и давайте начнем с обзора грузовых автомобилей тут они расставлены очень компактно и была небольшая перестановка в прошлом году машин было меньше в данном участке а сейчас их поставили более плотно друг другу поэтому посмотреть каждый автомобиль с разных ракурсов я думаю будет довольно проблематично тут представлена серия автомобилей горьковского автозавода 52 53 шасси более новые машины газ 3307 и различные модификации также тут стоит автобус volvo медицинская версия огромный автобус скорее всего он закрыт тут большая часть техники уже к сожалению закрыта и у многих машин я посмотрел выбиты окна в прошлом году они были еще целыми видимо это мероприятие посещают и различные мародеры масс пожарный зил 133 только с мордой от обычного 130 обычно на этом шасси шли машины с камазовскими двигателями также автолестница на базе 131 зила бетфорд с Давайте посмотрим МАЗа КАМАЗ самосвал Вот так выглядит рабочее место водителя Пробег показывает 88000 И различные компрессоры Мы еще вернемся к этому месту Просто люди ходят, чтобы им не мешать Пожарный Урал Сто тридцать первые ЗИЛы Сто тридцатый ЗИЛ ГАЗ-66 Честь Различные развозные фургоны И тут в ряд выставлены фургоны Тарту 51 газоны Автобус ПАЗ Самодельный автомобиль На базе УАЗа Еще одна самоделка Пожарный ГАЗ-63 Пожарный ГАЗ-63 Пожарный ГАЗ-63 Пожарный ГАЗ-63 Пожарный ГАЗ-62 Погнал Оссенизаторская машина у которой смяло цистерну жаль и тут давно стоял Icarus 620 его вы можете найти в первом сезоне и насколько я знаю этот автобус взяли в автобусный парк а на его место поставили вот этот Volvo получился обмен и Icarus 620 должны будут отреставрировать ну посмотрим действительно ли это так пикап на базе четверки ВАЗ 2105 восьмерка в салатовом цвете девятка с поврежденным лобовым стеклом Самара-Балтик более-менее в нормальном состоянии и трактора тракторов в прошлом году тут не было они присутствовали на данной стоянке но стояли в другом месте москвич ржавенький пикап на базе 24-й Волги ГАЗ 3102 тоже ржавенькая уже вся классическая 24-ка ГАЗ 22 21-я Волга и ГАЗ М20 Победа две штуки Лада Копейка 11-я Волга двойка тройка шестерка с бамперами от Нивы по-моему 99-я четверка еще одна восьмерка только эта белая и 111-я москвич 2141 еще с советскими номерами 2140 SL просто 2140 Ишкомби Универсал и москвич с правосторонним расположением руля тоже довольно интересный образец закрытый фургон их тут две штуки Ишкаблук и более старые москвичи 401-й, 403-й 423-й 407-й и так далее 408-й Ишкаблук Ишкаблук 412-й Ишкаблук 412-й Ишкаблук и сверху и а и 2-й и а и и Запорожцы. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим Ikarus и потом переместимся в центр к микроавтобусам. DimaTorzok уже перекрашен изначально он был красный как раз видно изнутри красные стенки и впоследствии его покрасили в белый цвет. Вполне комплектный. Также тут УАЗик буханка. Прицеп. Дом на колесах. Еще одна буханка. Довольно интересная крыша у этого автобуса. Еще одна буханка. Более старая модификация. RAV LATVIA Обычный и в варианте кареты скорой помощи. RAV 977 Когда-то был синего цвета, потом его перекрасили в белый цвет. Катафалк на базе Яраза. Классический Яраз. Фургон. Более современный. Тоже довольно редкая машина. Ныса. И польский жук. Покрышки. Куча велосипедов. И другие автобусы. Тарту. Еще один Тарту. И автобус КАГ. И также автобус АС-38 на базе ГАЗ-66. Дорожный каток. АСЧ-03 Чернигов. Пазики. Тоже их посмотрим сейчас. Пустое место. Видимо что-то было, но эту машину увезли. Кубань. КАВЗ. И железнодорожный вагон. Можно зайти внутрь. КАВЗ. 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 Продолжение следует... 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 Тоже комплектный, довольно чистенький. Еще один лаз, но он захламлен и в прошлом году тоже тут были различные доски внутри и вместо лобового стекла уже поставили какие-то плексигласовые окошки. Давайте заглянем в Икарус и затем можно будет зайти в Вольво и по пути можно заглянуть в более современный МАЗ. В прошлом году этот автобус стоял в другом месте. Кстати интересно, на столе лежат старые журналы за рулем. Выпуски разных годов 1986 года. У меня тоже где-то есть журналы за рулем, нужно поискать. 1989 год, 1983 год. Пишите в комментариях есть ли у вас похожие журналы и помните ли вы их. 1988 год. Кстати вот картинки художника Захарова. Всегда мне нравились его иллюстрации. Белаза. Довольно много журналов. Дверь закрыта. Тут внутри Икаруса до сих пор мотоцикл. Кстати в довольно хорошем состоянии. Немножко ржавый, но ничего такого криминального нет. А Икарус уже конечно совсем прогнел. Посмотрите, колесная арка уже провалилась. 395 тысяч на спидометре пробег показывает. Давайте заглянем в Вольво. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там предбанник и в заднем отсеке парилка и также передвижной бассейн... Мерседес... Форд... Пикап на базе 24-й Волги... Еще один ЛАЗ... ИШ-пикап... 412-й Москвич... И различные самоделки... И в углу тут стоит... Остов от Зима... И ПАЗ... Кстати интересно... Зим полностью сгнил... А бампер до сих пор блестит... В хроме... И кстати бампер не такой гнилой как кузов у данного автомобиля... Остов от Зима... 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...